О строительстве оборонительных рубежей на территории Чувашии известно не очень много. И в военные, и даже в послевоенные годы эта тема была засекречена. Сейчас мы вместе восстанавливаем историческую справедливость. Рабочая группа проекта «Героические страницы сурского рубежа» побывала в Алатарском районе на местах трудовой славы. Осенью 1941-го, в начале зимы 1942-го года Алатарское побережье Суры стало местом трудовых сражений. Здесь, как и в других районах Чувашии, строили противотанковый оборонительный рубеж. То, что вы видите сейчас – попытка реконструкции. Местные энтузиасты хотят напомнить землякам, что происходило здесь 80 лет назад. Как правило, на этих местах вышка стояла и наносилась на топографические карты для ориентирования артиллерии и других войск. Работать приходится практически вслепую. Детали строительства оборонительного рубежа с огневыми точками, блиндажами и медицинскими пунктами были засекречены. Фотографировать объекты не разрешалось. Карты и другие документы лишь недавно начали вводить в научный оборот. Но зато живы герои Трудового фронта, которые могут рассказать такое, чего не передаст ни один документ и ни одна фотография. Вы окопы, вы окопы, узкие и длинные. Пропадали вас в окоп, ребята безвинные. Копам да песни шла живым. А куда деваться-то было? Сейчас чебоксарские школьники, участники проекта «Героические страницы сурского рубежа» начинают собирать воспоминания очевидцев, прокладывать экскурсионные маршруты по местам событий. По итогам экспедиции составит путеводитель. Это часть огромной работы по увековечению памяти о трудовом подвиге жителей Чувашии в годы Великой Отечественной войны. На следующий год, год 80-летия строительства сурского оборонительного рубежа, запланировано создание общего мемориала. Хотели бы, чтобы нашу инициативу поддержали также и в Приворском федеральном округе, там, где прошли линии этого рубежа, и там, где точно так же рыли окопы. Обязательно будут архитекторы, обязательно будут присутствовать, так скажем, наверное, голосование непосредственно и наших чебоксарцев, и, так скажем, жителей региона, для того, чтобы это стало действительно народным памятником. В рамках года памяти трудового подвига строителей сурского и казанского рубежей будут изданы сборник документов и воспоминаний, другие публикации, открыты памятные места с реконструкцией объектов, подготовленные теле- и радиопрограммы. Можете представить себе, сколько нам предстоит узнать интересного и важного из нашей истории. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.